Еду на место практики. Вообще не знаю, что там будет, но мне не страшно, интересно. Нету доехал, больше часа. Я еще поздновато вышла, еще разобрать с дождем. Продолжение следует... Продолжение следует... Если не знаете, кто я такая, почему говорю про какую-то непоятную практику, меня зовут Кусель. Я учусь на третьем курсе в Раниму по специальности медицинская кибернетика. И сейчас у нас этап, когда мы должны были определиться с практикой. Я уже снимала видео-ответы на вопросы про медицинскую кибернетику в прошлом году, после второго курса. И там я рассказывала о том, что нам нужно было выбирать как раз-таки место самой практики. Я так быстренько снимаю видео, держу в руках телефон, поэтому все немного шатается. В общем, там я рассказывала о том, что мне бы хотелось попасть в Институт медико-биологических проблем. Это институт, связанный с космической медициной и биологией. В итоге на третьем курсе нам сказали, что мы сами должны выбирать место практики. Точнее, не выбирать, а именно ходить договариваться. То есть писать им на почту, выбирать себе научного руководителя, договариваться с лабораторией и так далее. Пришлось, так скажем, писать на почту, это в медико-биологическом институту, созваниваться, разговаривать. Потом где-то неделю назад я ездила уже в сам институт и встретилась. Сначала я думала, что это мой научный руководитель, оказывается, нет, в заведующем лаборатории. И он мне сказал, что у меня научный руководитель, точнее научная руководительница будет, и это другой человек. В итоге все-таки я попала в тот институт, куда я хочу. Оказывается, там просто очень-очень много разных лабораторий, и это не один институт работает над каким-то таким исследованием, а много разных лабораторий. И там вообще-то, скажем, большое разнообразие. В итоге практика я буду проходить в лаборатории радиационной и экспериментальной нейрофизиологии. Тот день, когда я туда ездила в институт, было очень пасмурно, дождлив. И я еще с утра поставила будильник, чтобы прийти туда до 12 часов дня, потому что мы договаривались. Я еще плойка себе выпрямляла волосы, но из-за дождя у меня волосы вот такие были, я сидела там вот с такой головой, но ладно. Итак, мои впечатления. Во-первых, мне понравилось то, что заведующая лаборатория, он вроде как понимает, что я вообще ничего не умею, но меня спрашивают, что вы умеете, и я говорю такая, честно, ничего. С одной стороны, это грустно, я понимала, что третий курс, но я реально ничего не умею, то есть мы вроде делали какие-то лабы, что-то там проходили, но это какая-то механическая пипетка может у меня работать. Но, конечно же, это вообще ничего, и нигде я не работала, и никакую практику я тоже не проходила. От университета это практика, где мы должны работать именно руками первая, а сама никаких действий я как-то не предпринимала до этого момента. Это я уже осознала, пока искала, то, что я и вправду ничего не умею, и большинство из нас на самом деле такие, потому что у нас нет никакого опыта. Именно тот факт, что мы сами должны ходить договариваться, тоже, надеюсь, меня чему-то научат хотя бы, не знаю, общаться с людьми и разговаривать. Мы же в самом начале спросили то, что вы же понимаете, что придется работать с животными, и я такая, да, мне нормально. И там можно работать с крысами, или же мышами, или же с обезьянами. О, мне сначала было интересно с обезьянами, я спросила, что же там делают эти обезьянки. Я поняла, цель такая, чтобы проверить, как космические излучения, я не знаю, да, влияют на когнитивные способности обезьян, или что-то в этом роде. Я могу вообще неправильно все говорить, потому что могу неправильно что-то понимать. В итоге их сейчас, я так понимаю, учат работать на компьютере, типа играть в игры, какие-то определенные действия. Потом я спросила такая, блин, наверное, их потом будут где-то облучать, и смотреть уже, как они заново проходят те же самые вот эти игры и действия на компьютере. И он такой, да, мы потом их будем облучать где-то там-то там. Потом я подумала, что мне, наверное, было бы жалко обезьян, и я такая, наверное, это мне не совсем подходит, потому что, ну, да, жалость она есть. Хотя, так скажем, эти животные страдают ради науки, и, возможно, они вносят гораздо больше вклад, чем многие люди. Потом в итоге мы решили, что, наверное, я буду заниматься с ЭЭГ, с крысами. Оказывается, сама вот эта база с крысами и ЭЭГ, честно говоря, что именно я там буду делать, я не знаю. Мне сказали просто ЭЭГ на крысах, и все. Может, они там будут, не знаю, крысы, проходить какие-то лабиринты, что-то делать, и мы будем на электроэнцефалограмме смотреть там что-то. Честно, без понятия. Оказывается, вот, как я уже говорила, вот эта база, она находится не в самом институте медико-биологических проблем, а еще дальше. До этого института мне ехать где-то больше часа, час-полтора, и мне там говорят, нет, вы будете ездить еще дальше, это вообще где-то в Химках, где-то в эту сторону. Не знаю, мне добираться, наверное, нужно будет часа два, если даже и не больше двух часов. Но я такая, ладно, я очень всегда хотела, посмотрим, что получится. На самом деле, конечно же, я понимаю, что может произойти полное разочарование, как нам уже вообще говорили, то, что очень важно, чтобы был хороший коллектив. Может быть такое, что вы с научным руководителем как-то не сойдетесь, или же, не знаю, может эта работа будет слишком тяжелой для меня, или может она будет скучной, неинтересной. Как бы я ничего не знаю, но моя позиция такая, что нужно просто пробовать и определиться, что тебе интересно, а что тебе неинтересно. В ходе вот этой практики, я надеюсь, пойму, вот такая работа, вот такая деятельность, она мне подходит или же нет. В этом плане, я думаю, это прям круто. С научной руководительницей я, получается, так и не встретилась ни разу, и мы с ней по телефону даже не говорили. Я не знаю, как это будет, наверное, уже ближе к самой практике. Или, не знаю, мы созвонимся, или же все-таки встретимся, потому что я даже не знаю, как она выглядит. Но самое главное, она все-таки в курсе, что вот ей дают какую-то студентку, третьекурсницу, и ей придется со мной, наверное, таскаться. На этом все вот такие вот быстрые новости. Не знаю, это вам интересно или нет. Если вам интересно следить за всей этой темой, практикой и так далее, то напишите об этом в комментариях, потому что если неинтересно, то, я думаю, не стоит как-то рассказывать. Но если кому-то это нравится, то я буду продолжать снимать. Сама практика у нас начнется вообще только 1 июля. А впереди у нас сессия. Два экзамена. Ну все, пока.